Программа «Мир» на телеканале 24KZ, студия Илья Рыбин. Здравствуйте! Пришло время обсудить самые важные международные события уходящей недели. И вот о чем пойдет речь в ближайшие полчаса. После шквала, пока западные дипломаты рассуждают о моделях послевоенного управления палестинскими территориями, власть может смениться и в самом Израиле. Почему под Неданьяху пошатнулось премьерское кресло? Без задней мысли, чем может обернуться для ЕС решение главы Евросовета Шарля Мишеля баллотироваться в Европейский парламент и почему в Старом Свете стремительно набирают популярность ультраправые? До чего дошел прогресс в освоении небес? Как потеря посадочного лунного модуля США Перегрин может повлиять на колонизацию Луны и когда первый человек окажется на Марсе? И не виртуальная реальность. На что сегодня делают ставки в Лас-Вегасе, чтобы сорвать джекпот в перспективе? Итоги главной выставки потребительской электроники в мировой столице игорного бизнеса. Первые рабочие дни после затяжных рождественских каникул западные политики решили посвятить безотлагательным вопросам года минувшего. Для этого даже потребовались зарубежные командировки. И если не вдаваться в подробности географических координат, то пункт назначения у всех один – Ближний Восток. А в общем фокусе – сектор газа и его многострадальные жители. Следует отметить, что цели нового дипломатического десанта несколько отличаются от прошлогодних. На первых парах лидеры мирового сообщества посещали регион в надежде добиться затяжных гуманитарных пауз для поставки в блокированный анклав продовольствия, медикаментов и горючего. Но первое недельное затишье в боях, достигнутое в ноябре, до сих пор остается единственным. Хотя стороны несколько раз уже находились буквально в шаге от аналогичных договоренностей. Сейчас же куда важнее не допустить эскалации конфликта на другие государства региона. Ведь все чаще в сообщениях о Палестино-Израильском конфликте стали фигурировать названия других стран. За примерами далеко ходить не надо, так один из ключевых командиров группировки Хамас ликвидирован на территории Ливана. Йеменские хуситы атакуют суда в Красноморье, которые, по их мнению, связаны с Израилем. В ответ Вашингтон и Лондон при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна в конце недели атаковали позиции группировки в Йемене с кораблей, подводных лодок и самолетов. Отношения Тель-Авива с соседями по региону вряд ли можно назвать дружескими. И для большого пожара достаточно лишь искры. А чтобы этого не допустить, на днях в регионе практически одновременно побывали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. И все они едины во мнении. Для того, чтобы не допустить эскалации конфликта, противостоять активистам Хамас необходимо без причинения вреда гражданскому населению. Насколько это удается, выясняла Сандугаш Байгоныш. Обстрелы многострадального анклава войска Цахал производят планомерно и системно. На данном этапе об очередной столь необходимой для измотанных мирных жителей затяжной гуманитарной паузе речи не идет. При этом премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху не устает повторять, что цель Тель-Авива не оккупировать газу, а лишь избавить ее от влияния группировки Хамас. Я хочу совершенно ясно прояснить несколько моментов. У Израиля нет намерения оккупировать сектор газа или изгнать его гражданское население. Мы боремся с террористами Хамас, а не с палестинским народом, и делаем это в полном соответствии с международным правом. При этом ответственность за гуманитарный кризис в Газе Нетаньяху перекладывает на международные организации. Якобы это они медленно реагируют на усугубляющуюся проблему. О том, что это небезопасно, ни слова. Настолько, что ВОЗ пришлось отказаться от шестой гуманитарной миссии в блокированный сектор. Всего же за время конфликта в палестинский анклав въехали 7600 грузовиков с продовольствием, водой и медикаментами. Но этого объема по-прежнему недостаточно для удовлетворения всех нуждающихся. У меня нет ни телевизора, ни интернета. Я ничего не знаю о внешнем мире. По утрам завтракать практически нечем. Я устала от такой жизни. Сначала мы укрывались в школе, но ее разбомбили, и нам пришлось бежать. Я обращаюсь к Международному суду. Найдите решение для этой ситуации. Каждый день убийство. Окажите давление на Израиль. Их народ люди, а мы что нет? Мы просто хотим вернуться домой. Накануне Южноафриканская республика сравнила операцию Израиля в секторе Газа с геноцидом в Руанде. Страна направила иск в Международный суд в Гааге, высшую судебную инстанцию ООН. В заявлении ЮАР требует принять временное постановление, которое обяжет израильские власти немедленно прекратить боевые действия в Газе. Однако процесс может затянуться на несколько лет. А вот реакция Нетаньяху последовала незамедлительно. Нет, это не мы пришли устраивать геноцид. За этим стоит Хамас. Они убили бы всех нас, дай волю. Мы боремся с террористами, совершившими ужасающие преступления против человечества. Они убивали, насиловали, жгли, обезглавливали детей, женщин и стариков. Где была Южная Африка, когда миллионы погибли в Сирии и Йемене? По моему личному мнению, критиковать израильскую армию можно за то, что она ведет себя в секторе Газа слишком жестко. Но это не геноцид. Те, кто хочет или хотели бы совершить геноцид, если бы могли, это только Хамас. Их цель – искоренить Израиль. В случае вынесения такого вердикта, решение будет передано Совету безопасности, и он будет обязан предпринять действия. Решение суда также распространяется на все органы ООН, включая Совет по правам человека и Генеральную ассамблею. Не допустить эскалации конфликта вновь попытался госсекретарь США. Посетив за неделю девять ближневосточных стран, Энтони Блинкин добился предварительных договоренностей. Речь в частности идет о том, что арабский мир поможет в послевоенном восстановлении газы и продолжит курс на экономическое сближение с Израилем. Но только при условии, что Тель-Авив не будет препятствовать созданию независимого палестинского государства. А это пока под большим вопросом. Тем временем в зоне боевых действий люди гибнут не только от снарядов, но и от инфекций. Заболевших с диагнозами ОРВИ, Менингит, Чесотка или Ветряная Оспа уже более 400 тысяч. Общее число жертв Палестино-Израильского конфликта уже превысило 24 тысячи человек. Сандугаш Байгуаныш специально для программы «Мир». В ходе переговоров со своими ближневосточными коллегами госсекретарь США Энтони Блинкин, в частности, обсуждал и варианты послевоенного управления палестинскими территориями. Однако о судьбе правительства в их собственной стране впору задуматься и самим израильтянам. Эксперты полагают, что будущее премьер-министра Бениамина Нетаньяху практически предрешено. Это лишь вопрос времени. В том, что Хамасу почти беспрепятственно удалось совершить атаку на Израиль 7 октября, многие винят именно главу правительства. Сам он тогда говорил, что оргвыводы будут обязательно сделаны, но только после освобождения заложников. А тут еще и Верховный суд отменил скандальную поправку, инициированную правительством Нетаньяху в рамках судебной реформы. В свое время против ее принятия на улицы неоднократно выходили сотни тысяч недовольных. При таком раскладе вопросов о будущем действующего кабинета остается все меньше. А французская коллега Нетаньяху Элизабет Борн решила не испытывать судьбу и добровольно подала в отставку. Эксперты связывают это с непопулярными мерами ее кабинета по проведению пенсионной реформы и поправками в эмиграционное законодательство. На посту главы правительства многоопытную Борн сменил 34-летний Габриэль Аталь, став самым молодым премьером в истории страны. Среди 14 членов нового кабинета свои посты сохранили министры экономики и финансов, внутренних дел, обороны и юстиции. От них Аталь в своей первой речи в новом статусе потребовал незамедлительных действий и результатов. Итогом должно стать и восстановление доверия к президенту Макрону среднего класса и рост его популярности у молодого поколения. Кое-кто даже поговаривает, что в лице Аталья Макрон выбрал себе преемника. Срок его полномочий истекает в 2027. А в году наступившем решится судьба лидеров подавляющего большинства крупнейших и самых густонаселенных стран мира, в том числе Индии, Индонезии и Мексики. Если в одних странах, как, например, в России особой интриги не предвидится, то в других исход голосования непредсказуем. Пока американцы делятся на сторонников Трампа и Байдена, аналитики все больше склоняются к варианту, что в ноябре хозяином Белого дома станет кто-то третий. Столь же непредсказуемый исход голосования в Великобритании. Популярность премьера Сунака тает буквально на глазах. Журнал «Экономис» назвал 2024 годом крупнейших выборов в истории. Так, электоральные кампании пройдут в 64 странах с общим населением 4 миллиарда человек. Это половина жителей Земли. Первыми в этом году голосовали в республике Бангладеш. 7 января – это восьмая в мире страна по численности населения. Воспользоваться своим правом голоса здесь могли 120 миллионов граждан. Сегодня голосуют на Тайване, который Китай считает своей неотъемлемой частью. Избирателей здесь куда меньше, но от их голосов зависит спокойствие по оба берега и во все экватории Тихого океана. Не менее интригующими обещают стать и выборы в Европарламент. В июне 400 миллионов жителей 27 стран ЕС определят, кто будет представлять их интересы в союзных структурах. Кандидаты уже начали подготовку и порой их логичные шаги вызывают настоящий переполох. Как на национальном, так и на общеевропейском уровне. Продолжит Биржан Валиев. Первым о своих притязаниях на кресло в Европарламенте заявил никто иной, как действующий глава Европейского совета Шарль Мишель. В предстоящую схватку бельгийский политик решил вступить во главе своей партии. Реформаторское движение, причем без какой-либо задней мысли. Я усердно трудился и продолжу это делать до последнего дня в качестве европейского функционера. Еврокомиссия после выборов передаст эстафету новой команде и будет правильно, если люди, на которых лежала ответственность, а меня выбирали лидеры 27 стран, вновь встретятся с европейскими избирателями посредством всеобщего голосования. Это непростой шаг и очень ответственный. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. В данном случае невольно всплыл венгерский премьер Виктор Орбан, более известный в политических кругах, как мистер Вета. Он стоит особняком практически по любому вопросу европейской повестки. Занимает принципиальную позицию по расширению НАТО и ЕС. Не говоря уже о вопросах миграции и санкционной политики, Мишелю покинуть свой нынешний пост придется досрочно. И если ему быстро не найдут премьерника, то образы проявления в Союзе перейдут к лидеру страны, председателя. А с июля по декабрь, согласно правилам ротации, главенствовать ВС будет как раз Венгрия. Европейские выборы станут нашей первой кампанией. Затем поборемся за избирателей в ходе трех местных выборов в землях на востоке Германии. И надеемся на успех. Ведь люди видят правительство, план которого и дальше опустошать карманы людей. Видят безмолвного канцлера, хоть он и выступает с длинными речами. Видят оппозицию, которая потакает правительству. Чего же удивляться забастовкам и протестному электорату. Это немецкая единомышленница Орбана, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт. В свое время рассолилась с левыми и создала партию, как говорится, имени самой себя. О национальных и европейских амбициях заявила на первой же пресс-конференции. Сразу же, после регистрации объединения, риторика практически не отличается от ориентиров венгерского премьера. Она ностальгирует по дешевому российскому газу против безвозмездных военных поставок за ужесточение миграционного законодательства. И ставит под сомнение целесообразность климатической повестки в части отказа от двигателей внутреннего сгорания. Учитывая рекордно низкие рейтинги канцлера Шольца, эксперты не просто высоко оценивают перспективы новой партии, но и считают, что она способна серьезно изменить политическую палитру Германии. Забастовки в крупнейших городах страны проходят практически ежедневно. Только на этой неделе бастовали врачи, железнодорожники и фермеры. Получается, полку европейских ультраправых прибыло, хотя Вагенкнехт себя не причисляет к этому крылу. Так или иначе, с учетом результатов недавних электоральных кампаний в Нидероландах и Словакии, после предстоящих выборов в Европарламент, позиции национал-консерваторов, крайне правых евроскептиков только упрочатся. Вопрос, надолго ли выдвигать популистские лозунги? Одно. Другое, реализовать практически невыполнимые предвыборные обещания. Боржан Валиев для программы МИР. Мы продолжаем и смотрите далее выпуски. До чего дошел прогресс в освоении небес? Как потеря посадочного лунного модуля США Перегрин может повлиять на колонизацию Луны? И когда первый человек окажется на Марсе? И не виртуальная реальность. На что сегодня делают ставки в Лас-Вегасе, чтобы сорвать джекпот в перспективе? Итоги главной выставки потребительской электроники в мировой столице игорного бизнеса. В то время как политики борются за место под солнцем, взгляды исследователей устремились на Луну. В период Холодной войны космическая гонка, помимо научной стороны, имела и ярко выраженную идеологическую. Москва своими достижениями на орбите хотела продемонстрировать всему миру преимущество социалистического уклада жизни. Вашингтон капиталистического. Сегодня же клуб космических держав значительно расширился, и речь идет уже исключительно о прикладной и научной составляющей. Так, в последнее время на естественном спутнике Земли побывали луноходы с надписями «Made in China» и «Сделано в Индии». А зонды российского, американского и японского производства потерпели неудачу. Но и этот опыт не менее ценен, ведь на ошибках учатся, а они недопустимы при дальнейших пилотируемых миссиях к Луне и дальше к Марсу. Здесь предусмотреть необходимо каждую, даже самую невероятную случайность. Так, из-за постигшей на этой неделе неудачу миссию США «Перегрин» возвращение американских астронавтов на Луну откладывается до 2026 года. Но есть и другие, не менее интересные космические проекты. До чего дошел прогресс в освоении небес, изучала Алиаса Сдыкова. Первые недели Нового года оказались космически более насыщенными, чем месяцы и декады предыдущих. Запуски спутников, лунных миссий, отчеты о выходе на заданные орбиты. 2024-й можно назвать годом Олимпийских игр на околоземном пространстве. Китайская орбитальная станция вступает в стадию максимальной эксплуатации и исследовательского потенциала. Я опыляю помидоры черри, потому что в космосе нет пчел, их заменяю я. Посмотрите, это наши космические овощи. Выполняя орбитальный полет, мы расширяем наш космический огород. Растут довольно хорошо, не так ли? Индия через 4 месяца после успешного запуска впервые установила в оптимальной точке стояния собственную солнечную обсерваторию, которая в ближайшую пятилетку будет собирать данные о светиле, используя технологию дистанционного зондирования. Адития L1 собирается раскрыть тайны Солнца, которые либо в прошлом ускользали от нас, либо обходили стороной сказки и фольклор. Но сейчас стали для нас очень важными, потому что мы достойно представлены в космосе. Мы запустили несколько спутников, и нам важно понять всевозможные явления, связанные с солнечной активностью. До конца года солнечный зонд Паркер, запущенный НАСА еще в 2018-м, попытается, если можно так выразиться, коснуться солнечной атмосферы и разогнаться до скорости в 700 тысяч километров в час, став самым быстрым рукотворным объектом во Вселенной. Значение этой миссии специалисты НАСА сравнивают с высадкой астронавтов на Луну полвека назад. Главный объект самых амбициозных космических программ этого года, конечно же, Луна. Спустя полвека после легендарного проекта «Аполлон» сразу две американские частные компании отправляют свои посадочные модули на спутник Земли. Практически одновременно с ними японское космическое агентство планирует прилунить собственный зонд. В течение года и китайские специалисты намерены взять образцы лунного грунта. Спутник Земли становится общей тренировочной площадкой. Местные условия следуются все активнее, в том числе с тем, чтобы со временем основать на Луне базу для более удаленных полетов, к примеру, на Марс. Администратор НАСА сказал мне, что эти маленькие посадочные аппараты, которые будут в строю в ближайшие пару месяцев, это разведчики. Они здесь, чтобы помочь проложить путь туда, когда в них окажутся люди, надеюсь, в ближайшие несколько лет. Современные космические программы предусматривают варианты не только мягкой посадки для профессионалов, но и возможности для туризма. До того, как астронавты вернутся на Луну, там побывают останки или ДНК людей, к примеру, создателя «Звездных войн». Наука наукой, но дорогостоящие расходы тоже нужно компенсировать, так что каждый модуль частных компаний берет и коммерческий груз, чтобы прокатить его до Луны или даже вокруг Солнца. Скорее всего, прежде людей туда доберутся роботы-гуманоиды. По крайней мере, такую задачу нас оставят перед их производителями. А пока успех лунных программ предельно ограничен, поэтому американская миссия «Артемида» отсрочила высадку своих посланников на поверхность спутника Земли. На протяжении десятилетий возникали вопросы, и люди, ученые в Соединенных Штатах и во всем мире жаждали вернуться на поверхность Луны. Мы отправили множество зондов на ее орбиту и вокруг. Это наш первый шанс вернуться и провести те исследования, которые действительно касаются поверхности, и посмотреть, что там есть на самом деле. Не только земной спутник, но и ближайшие к Марсу небесные тела в этом году в фокусе космических программ. Японский зонд готов отправиться в полет, чтобы доставить на марсианскую Луну Фобос франко-немецкий мини-вездеход для сбора грунта. 2024 начинается как год активного запуска самых амбициозных космических миссий. И кажется, впервые в случае неудач никто не остановится на достигнутом. Судя по дружной активизации, аэрокосмическая отрасль разных стран в освоении космоса нас ждет галактическое ускорение. Алиэс Сыздыкова Руслан Амержан специально для программы «Мир». Но вернемся на Землю, точнее в пустыню Блэк-Рок в штате Невада, где расположился Лас-Вегас. На неделе сюда съезжались люди со всего мира, не чтобы испытать судьбу на рулетке, а с целью продемонстрировать или воочию увидеть технологии будущего. Чудеса потребительской электроники здесь расположились на площади соизмеримой с 40 футбольными полями. В основе каждого униткального гаджета, представшего на главной технологической выставке года, искусственный интеллект. Многие из этих экспонатов, если появятся в общем доступе, то лишь через определенное время. Но некоторые из них можно было приобрести прямо в павильонах. Жанна Хусаинова расскажет и покажет, как может выглядеть наш быт в обозримом будущем. Искусственный интеллект всему голова. Он поселился в автомобилях, телевизорах, роботах-пылесосах, стиральных машинах, гаджетах и другой домашней технике. В этом году здесь больше 4 тысяч компаний из полутора сотен стран мира. Главным образом из США, Китая, Южной Кореи и Франции. Именно так выглядит география будущего потребительской электроники. CES – это место встречи людей-новаторов, ориентированных на технологии, а также покупателей, инвесторов, представителей СМИ и потенциальных партнеров. Потому что инновации сейчас требуют партнерских взаимоотношений, чтобы двигаться вперед. Нидерландская компания, к примеру, представила свою инновационную разработку – устройство для голограмм. Похожая на будку технология получила название Holabox. Прямоугольный девайс оснащен большим дисплеем, динамиками и сенсорным управлением. В планах разработчиков используют такие аппараты в торговых центрах, школах и больницах. Контент для голограммы можно заранее снять в студии. Вместо реального собеседника Holabox будет показывать реалистичное трехмерное изображение и вступать в разговор с пользователем. Устройства представлены в большой и мини-версиях, но возможности у них равнозначны. Наши технологии и методы создают 3D-модель человека, которую вы не увидите на главном экране, ноутбуке или настольном компьютере, когда смотрите на собеседника по видеозвонку. Это дает вам реальные параметры человека, и поэтому он выглядит как настоящий. Американские разработчики в свою очередь считают, что ходьба это слишком медленно, поэтому изобрели устройство, которое можно пристегнуть к обуви и увеличить скорость шага в три раза. Так называемые луноходы похожи на сандалии с роликами, но они обеспечивают баланс, из-за чего носитель не потеряет равновесие. Благодаря алгоритмам машинного обучения они двигаются только тогда, когда активен их хозяин. Остановятся только когда это нужно, заблокируют колеса для подъема или спуска по лестнице и автоматически смоделируют скорость при спуске. В настоящее время луноходы доступны только в США по цене, соизмеримой с премиум смартфоном за пару. Это ощущение похоже на прогулку по движущейся дорожке, которую вы видите в аэропорту. И это очень приятное чувство, в том смысле, что как только вы делаете большой шаг, вы идете быстрее. По сути, вы получаете естественную силу ускорения, пропорциональную вашей скорости и ширине шага. Не обошлось на выставке и без технологичного транспорта. Калифорнийские разработчики представили электрический дом на колесах. Он оснащен самоходной системой на литиевые батареи, питающиеся от солнца. Почти полностью автономный. По заявлению разработчика, он может парковаться там, где не способны встать классические кемпинги. Внутри трейлера есть все, что пожелает и турист, и простой обыватель, привыкший к удобствам. Однако и цена за удобство соответствующая. От 100 тысяч и не тенге. На самом деле, отличает это, что он никогда не простаивает. Вы можете использовать его в качестве фургона, если хотите путешествовать с семьей. Можете припарковать на заднем дворе и использовать в качестве дополнительной комнаты или офиса, или гостевой комнаты для вашего дома. Это лишь несколько новейших технологий, представленных вниманию любителей электроники. Всего их было больше 4 тысяч. По традиции, экспонаты CES делятся на две основные группы. Коммерческие образцы и концепты от крупных компаний, большая часть которых либо уже появилась на рынке, либо появится в ближайшее время. А еще есть необычные гаджеты различных стартапов, лишь небольшая часть из которых имеет шанс добраться до прилавков. Какие именно, узнаем совсем скоро. Жанна Хусейнова для программы «Мир». На сегодня это все. Я прощаюсь с вами ровно на 7 дней. Главные события недели в мире обсудим в следующую субботу. До встречи. Всем мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok